Подходит к завершению летняя каникул, а значит начинается пора подготовки детей к школе. Родители покупают своим детям одежду, школьные принадлежности и другие необходимые для полноценного учебного процесса вещи. Как собрать ребенка к предстоящему учебному году и купить ему все самое необходимое, не потратив космические суммы, выяснял Василий Крылов. Не за горами начало нового учебного года, а это не только окончание каникул для детей, но и сложный период для их родителей. Финишная прямая по подготовке своего чада к школе. Школьная форма, канцелярские товары, обувь. С виду ничего сложного, но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Конечно, есть рекомендации преподавательского состава. Как сказал директор Ямальской школы-интерната, родители должны понимать, что покупая детям школу одежду и учебные принадлежности, необходимо в первую очередь обращать внимание на практичность. Немаловажно также сохранить стиль одежды и схожесть со школьной формой. К родителям учеников старших классов большое пожелание. Не надо для школы, именно для школы, покупать. Ну, сегодня модные рваные джинсы, да, с различными механическими такими повреждениями изначально. Такие вещи, конечно, в школе неприемлемы. Все-таки форма, единообразие, на самом деле, дает большой эффект с точки зрения приучения к дисциплине. Также, по словам директора образовательного учреждения, не стоит покупать и дорогие канцелярские товары, так как это просто инструмент. И обращать внимание нужно в первую очередь на качество, а не на дизайн. В этом случае принцип «чем проще, тем лучше» является одним из основных. Не надо больших железных каких-то толстых ручек. Достаточно обычные пластиковые шариковые ручки. Поэтому, что касается тетрадей, достаточно обычных, хороших, со светлыми листами тетрадей. Но, как выяснилось со слов родителей, подготовка детей к школе – не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Основная сложность – отсутствие ассортимента в поселке. Далеко не всегда можно собрать ребенка к школе, купить соответствующую одежду, обувь и школьные принадлежности. Остается надежда только на летний отпуск. Именно на это и рассчитывают большинство родителей. Сложность составляет в том, что мы находимся в отдаленном населенном пункте. Магазинов специализированных очень мало. В основном приходится покупать в отпуске, отправлять посылками. Есть небольшие нюансы, связанные с отпускным периодом. То есть те, кто идет в отпуск в августе, они как раз попадают на школьные базары, школьные ярмарки и так далее. То есть приобрести школьную форму, одежду какую-то, потому что все равно в школе есть своеобразный дресс-код для учеников. Проблем больших нет. В отпуске самая большая проблема – это выбрать среди всего разнообразия товаров то, что действительно пригодится. К тому же в конце прошлого учебного года родителям были выданы листовки со списками необходимых принадлежностей, что избавило многих от мук выбора при покупке. То есть отдаешь его продавцу весь этот список, ну и соответственно в итоге у тебя там коробочка такая появляется, которую ты оплачиваешь и все. При этом у тебя есть еще и возможность выбрать цвет резинок, пластиков, если быть точным, цвет пеналов, цвет линеек. Но есть и такие родители, кому не удалось выехать в отпуск в летний сезон. Как выяснилось, и эта ситуация не безнадежна. Основную часть вещей и канцелярии все же можно купить и в поселке. Остальное можно заказать через интернет. К счастью, сейчас в сети множество площадок, на которых товары для школьников можно купить не только летом. Последнее время мы во время отпуска закупали одежду, школьные принадлежности. В данный момент отпуск выпал на конец октября, поэтому все заказали через интернет. В принципе, сложностей-то никаких нет. Главное, чтобы все по размеру подошло. Как сказали некоторые родители, зачастую на протяжении учебного года приходится покупать в интернете как школьную форму, так и канцелярские товары. А кого проще собирать, старшего или младшего ребенка? В этом вопросе мнения родителей разделились. Разницы нет никакой. Единственное, что вещи, которые заказываем, главное, чтобы детям понравились. Вот в этом вся проблема. Потому что все-таки это уже подросток, большой человек с фигурой, соответственно, вот школьную форму подобрать, а именно брюки, костюм, рубашку, галстук, жилетку под это все хозяйство. Ну тяжело, скажем так. У нас получилась сбурная солянка из трех костюмов. Совсем скоро подготовка к школе закончится. С какими трудностями не пришлось бы столкнуться в этот период, находчивые родители сделают все, чтобы их ребенок остался доволен и смог похвастаться своими обновками перед одноклассниками. Василий Крылов, Иосиф Щелоков, Виктор Утробин. Ямальское телевидение. Ярселе.